Сегодня поговорим об очередном бегстве с поля боя российской армии и освобождении Украины территорий в Херсонской области. Но сначала вот что. Вы, возможно, слышали, что меня внесли в список сайта Миротворец за, цитирую, «пропаганду российско-фашистского нацизма и шовинизма, а также за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины». Не спрашивайте, что такое гуманитарная агрессия. Как пишут в СМИ, сделали это в связи с тем, что я обратился к правительству Финляндии по поводу разрешения транзита россиянам. Это частный и анонимный сайт, не являющийся правительственным, и внесение в него не влечет юридических последствий. Там много кто есть, например, Алексей Арестович там в списке. Но тема создала медийный повод, поэтому отреагирую. Внесение сопровождалось большим количеством проклятий, которые мне написали некоторые украинцы. Что хочу сказать по этому поводу? Я стараюсь освещать эту войну адекватно, насколько это возможно. Наша редакция старается давать объективную аналитику. Я никогда не скрывал своего мнения и своей позиции, называл вещи своими именами, из-за чего вынужден был покинуть свою страну. Кто меня смотрит, вы все это знаете. В России я давно признан иностранным агентом, работающим в пользу Украины. И вот теперь заметный украинский ресурс признал, что я работаю на Россию. Это означает, что мной недовольны обе пропаганды. Наверное, это хороший знак. Вчера в украинских пабликах я видел довольно неожиданную поддержку. Например, в телеграм-канале Униан новость о внесении меня в список миротворца задизлайкали, чего там практически никогда не бывает с новостями. Спасибо всем, кто написал слова поддержки. В такие моменты публичные спикеры, даже опытные, часто плывут. Когда тебя атакует аудитория, которая вроде бы должна объективно быть на твоей стороне, или вы как бы в принципе на одной стороне, кажется, что так, то подобное часто приводит к тому, что люди меняют свою позицию и начинают как бы там переобуваться или что-то такое. Со мной этого не случится. Я буду добросовестно выполнять дальше выпавшую мне роль по медийной аналитике этой войны. Мои симпатии по-прежнему на стране Украины, которая героически защищает себя от агрессии. Ну вот в твиттере могу иногда нападающих на меня патрулить немножко. Это уж сорян. Ну все, давайте к сегодняшнему ролику. Почему российская армия на восьмом месяце войны уже не просто никуда не наступает, но даже не удерживает окопную войну? Почему она просто рассыпается перед наступлением украинской армии? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно сначала вспомнить о том, чьи задачи эта армия выполняет, о том, что Владимир Путин в оперативном режиме занимается командованием, а следом нужно сделать небольшое лирическое отступление, чтобы объяснить постановку военных целей и задач. Сейчас этим займемся. Быстро хочу напомнить про наш Патреон. Он помогает нашей редакции существовать, платить всем хорошие зарплаты и выпускать ежедневные ролики. Подпишитесь, если у вас есть не российская карта. Это нам очень поможет. Почему считается не очень хорошей идеей, когда государство занимается бизнесом? По многим причинам, но одна из главных заключается в том, что госкомпания почти неизбежно начинает жертвовать коммерческими интересами в угоду политическим. Ну вот есть у нас, например, совершенно какая-то абстрактная газовая корпорация. В принципе, у газовой корпорации забота маленькая. Добывать газ и торговать им. Как можно дальше расширяя рынки сбыта, чтобы продавать еще больше газа. Но когда наша абстрактная газовая компания находится в руках государства, она может заниматься совершенно другими вещами. Например, владеть собственным медиахолдингом. Зачем газовой компании, телеканалы, радиостанции, целая куча мертворожденных онлайн-проектов? Зачем ей снимать сериалы и продюсировать стендап-шоу? Зачем тратить ресурсы финансовые и менеджерские на очень сложный и совершенно непрофильный бизнес? С коммерческой точки зрения, не нужно ни за чем. И очень даже вредно. Но государству наплевать на коммерческие мотивы. Государству нужен контроль над медиа. Нужно ли абстрактной газовой компании вкладывать десятки миллиардов долларов в газопроводы, окупаемость которых сомнительно и призрачно? Нет, не нужно. Ведь она заинтересована продавать как можно больше газа с как можно меньшими вложениями в инфраструктуру, а не наоборот. Но государство может иметь на этот счет другие виды. Для государства эти газопроводы – орудие энергетической войны. И главное – способ коррупционно обогащать подрядчиков, которыми владеют нужные люди. В результате, спустя пару десятков лет, вместо стремительно растущего газового продавца, зарабатывающего бешеные деньги, чья капитализация улетает за триллион, которая входит в список самых дорогих компаний мира, мы имеем очень странную организацию. Она строит трубы, как не в себе, содержит футбольные клубы и стадионы, инвестирует в патриотические фильмы, перекрывает газ недружественным соседям, дает огромные скидки соседям дружественным. Она спасает провальные государственные бизнес-проекты, платит за Олимпиаду, содержит тысячи липовых должностей для трудоустройства детей, жен, любовниц, детей-любовниц и любовниц детей, уважаемых людей. Короче, занимается чем угодно, кроме эффективной добычи и продажи газа, то есть заработка денег. Потому что задачу заработать деньги перед ней никто и не ставит, перед ней стоят политические задачи. Политический резон Путина в удержании Херсона совершенно ясен. Это единственный город с начала войны, о захвате которого можно говорить без трудно сдерживаемого сарказма. Это крупный областной центр, это сухопутный коридор в Крым, это нечто осязаемое. Его можно попытаться продать гражданам, с ним в руках можно предлагать какие-то переговоры. Это хоть какой-то ответ на вопрос, куда и во имя чего ты положил всю профессиональную армию, погрузил страну под санкции и изоляцию. Ответ плохой, но хоть какой-то. Теперь типа у нас есть Херсон. С другой стороны, есть логика войны. Не будучи в ней экспертами, ориентируясь на то, что говорят понимающие люди, мы можем предположить, что с военной точки зрения Херсон имело бы смысл оставить. Настолько ли разумно держать огромную группировку войск, зажатые между наступающим противником и Днепром? Днепром, через который перебиты все основные переправы. То есть заведомо обрекать эту группировку на жесточайший дефицит снабжения, лишать ее всяких оперативных возможностей по перемещению, по сути обессмысливать ее существование в тот самый момент, когда везде и всюду российская армия нуждается в людях. Нуждается до такой степени, что пришлось пойти сначала на рекрутинг зэков, а следом на мобилизацию. Чем сейчас занята российская армия вокруг Херсона? Она сидит и ждет, когда ВСУ ее разрежет и перебьет. ВСУ в этом смысле и торопиться-то некуда. Подкрепление подойти не может, склады боеприпасов под постоянной атакой Хемарсов, а все эти понтонные переправы, самопальные паромы совершенно смехотворное решение для группировки таких масштабов. Никакой поток снабжения боеприпасами и техникой организовать невозможно. Огромный кусок российской армии просто в руках армии украинской, и та может делать с ней что угодно. Из того, что видно нашими невоенно-экспертными глазами, Херсон удержать в любом случае не получится. Единственный военный выход отвезти из-под него войска, пока их еще можно спасти. Если бы в этой войне решения принимали военные, и принимали бы их исходя из военной логики, то Украине пришлось бы намного труднее. Но решения принимает Владимир Путин, и решения эти не военные, они политические. Исходя из политической логики, Херсон нужно удерживать любой ценой. Потому что тысячи трупов можно попытаться скрыть от телезрителей, а вот утрату Херсона не скрыть никак. Когда армии управляют не военные, а управляют ею информационный автократ, удивляться тому, что она воюет так, как воюет, умудряясь пробивать вниз самые скверные прогнозы своих недоброжелателей, можно также как удивляться тому, что госкомпания не приносит прибыли. Принципиально невозможно выполнять две противоположные задачи одновременно. Невозможно быть инструментом газового шантажа и успешным продавцом газа. Невозможно воевать и одновременно поставлять хорошие новости для пропаганды. Особенно это невозможно, когда даже политические мотивы не ясны и меняются прямо по ходу дела. Но нельзя же ответить сейчас на вопрос, зачем и с какой военной целью российская армия положила лучшие, самые профессиональные свои силы в наступлении на Киев. Десантников, которые высаживались в Гастомеле, уже не вернешь и никакими мобиками не заменишь. Владимир Путин не военный. Владимир Путин информационный автократ. Вся эта война нужна была как средство реставрации его рейтингов и ведется она во имя рейтингов. Но армия это не управление внутренней политикой администрации президента. Она не предназначена для решения таких задач, не умеет и не может их решать. А когда пытается, это заканчивается ли для нее полным разгромом? Для Украины и вообще для нас всех это, конечно, счастливый случай. Счастливый случай, что противник, у которого в 10 раз больше денег на войну, органически не предназначен для ее ведения. Теперь давайте перейдем к пересказу того, что произошло вчера на фронте. Вчера утром, пока Совет Федерации единогласно голосовал за ретификацию договора о присоединении украинских семей, Украина совершала прорыв в Херсонской области. Уже к вечеру отступление пришлось признать Министерство обороны. Признать, правда, не вслух. Вслух Коношенков что-то там пробухтел о сотнях убитых украинских солдатах, десятках тонн уничтоженных складов с боеприпасами и взорванных пунктах управления. Однако позади него стояла карта, согласно которой российская армия была практически полностью выбита из Харьковской области, сохранив лишь небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного. А в Херсонской области потеряла стратегически важный Давыдов Брод, за который бои шли два месяца. Потеряла вместе с Архангельским, Добрянкой и Любимовкой, и еще множеством окрестных сел в глубине 30 километров российских позиций. В очередной раз допустив развал фронта, российская армия пытается выстроить новую линию обороны по селам Борозенская и Дудчаны. Причем северную часть Дудчан уже контролирует ВСУ. От южной части села их отделяет Дудчанское водохранилище. Отступая за это водохранилище, российская армия подорвала мост. Любопытно это в первую очередь потому, что разрушенный мост будет мешать наступать обеим сторонам, а значит армия отдает себе отчет, что выйти к заявленным Путиным границам России в ближайшей перспективе, ну никак не получится. Какие бы бумажки сейчас единогласно не подписывали Госдума и Софьет. Если новый оборонительный рубеж российской армии, проходящий через Дудчанское водохранилище, будет прорван, тогда угроза уже нависнет над Береславом. Это один из главных транспортных узлов на Днепре, через который осуществляется снабжение херсонской группировки. Сейчас от фронта его отделяют 50 километров, а значит до него достает украинская ракетная артиллерия, включая Химарсы и точки У. При этом на этих 50 километрах нет ничего, где армия могла бы закрепиться. Ни траншей, ни окопов, ни минных заграждений, ни даже плотной городской застройки или естественных преград. Поэтому при прорыве линии Борозенская-Дудчаны наступление Украины не будет сдерживать ничего. Потери же Береслава обернется огромной проблемой. Она усугубит дефицит снабжения и увеличит вероятность того, что вся многотысячная херсонская группировка российской армии будет отрезана от основных сил и попадет в огромный котел. Пытаясь успокоить за эту публику, заместитель председателя оккупационной администрации Кирилл Стримаусов, а до войны он был одним из главных антипрививочников Украины, так вот он выступил с обращением, где сказал, что никакой паники в Херсоне нет. Все стабильно, все нормально, никто никуда не прорвался. Мы сейчас находимся, как вы видите, из мирного города Херсона. Где-то вдалеке слышны взрывы, они не так частые. И знаете, вот при всех тех панических настроениях, которые сегодня сеются в социальных сетях, рассказывают о захватах территории Херсонской области, скажу так, что, как на вчерашний день все было, вот в районе Дучан сейчас остановилось практически продвижение украинцов, сейчас в огневом мешке авиация и артиллерия добивают всех тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Повторюсь, не надо паниковать, не настроить каких-то иллюзий и делать из этого шоу, особенно когда вы находитесь вечером на ночных вазах, переживая. В прошлый раз, когда мы это слышали, такую фразу от российских пропагандистов и провоенных блогеров в Балаклее, она была освобождена через несколько дней. Стримаусов объяснил масштабное отступление российской армии попыткой загнать ВСУ в ловушку. Молдавыда вброд был сдан специально с целью заманить украинские войска в огневой мешок и уничтожить в нем как можно больше украинской техники. Это тоже все время говорят при отступлениях. Конечно, верится в такое слабо. Действительно появилось множество фотографий и видео подбитой и брошенной военной техники, но не украинской, а российской. А значит, уход российской армии представлял собой не коварную военную хитрость, а, как и в Изюме, как и в Лимане, спасение бегством. Из того состояния российской армии, которое мы описали в первой части ролика, совершенно очевидно, что поражение последнего месяца – это не эксцесс, это системное явление. Явление, которое происходит из поставленных перед армией задач, из политического, а не военного их характера, из переменчивости этих политических задач. Чем хуже будет ситуация на фронте, тем больше Владимир Путин будет непосредственно принимать участие в управлении армией. Это неизбежно. Неизбежно просто потому, что продать себе идею о бездарях генералах гораздо проще, чем признать собственную некомпетентность и заведомую обреченность самой идеей напасть на Украину. А чем больше политического мотива в действиях российских войск, тем хуже будет ситуация на фронте. Ведь люди будут воевать не за те цели, которые можно достигнуть. Вряд ли для генерала Залужного можно придумать новость лучше, чем та, что противостоит ему политтехнолог Путин. По всей видимости, генерал Залужный совершенно провалился бы в организации какого-нибудь конституционного пребисцита. Но политтехнолог Путин зашел туда, где генерал Залужный по-настоящему хорош. Путин зашел в войну. Мы видим реальность, в которой политтехнолог утратил управление. Он предпринимает хаотические действия в непривычной ситуации, а его система просто сходит с ума и не занята ничем, кроме поедания друг друга и молчаливого созерцания, как армия бежит с оккупированных территорий. И еще раз, если кому-то кажется, что череда поражений приведет к тому, что рычаги управления перейдут в руки квалифицированных военных, где бы еще таких взять, то он заблуждается ровно в противоположную сторону. Чем хуже будет себя показывать Путин и его ближайшее окружение в роли полководцев, тем больше рычагов они на себя перетянут, тем их действия станут еще более хаотичны и еще более подчинены чистой политической логике. И это приведет их к катастрофе. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok